На протяжении всего существования наша страна испытывала давление со стороны западных держав, уверен Николай Стариков. Виной тому в том числе особенности географического положения. Россия постоянно боролась за свою независимость. И даже сейчас в относительно мирное время идет война. В этот раз информационная. Используются ведь в этой пропаганде все современные средства массовой коммуникации. Обращение идет к молодежи. Молодежь у нас чем интересуется? Ну, в том числе компьютерными играми. И выходит игра Call of Duty. И в ней русские солдаты занимаются массовыми убийствами мирного населения в стране очень похожей то ли на Сирию, то ли на Курдистан. Николай Стариков уверен, что пропаганда идет не просто так. Она готовит к настоящей войне, которая неизбежно начнется. Сейчас наших соотечественников совершенно бездоказательно обвиняют в крупных международных преступлениях. В том числе совершенно беспочвенный разговор о том, что Россия вмешивалась в ход президентских выборов в США. Как можно повлиять на американских избирателей, не обладая мощью западных СМИ? Это они могут влиять или пытаться влиять на наших избирателей, потому что у них есть газеты, журналы, фильмы, журналисты, правозащитники, НКО. Но не все благополучные в нашей стране считает писатель. Государство должно быть более сплоченным, серьезным и объединенным. Не хватает окончательно выстроенной вертикали власти. Проблема еще и в том, что подчас не исполняются законы. В качестве примера он привел закон о блокировке телеграмм. Мессенджер до сих пор работает. И даже политики и крупные государственные СМИ призывают подписываться на свои каналы. Это же ржавчина для государственного корабля. Так неправильно. Так нельзя. Если приняли решение, надо идти до конца в его выполнение. Но прежде чем его принимать, нужно видеть механизм его реализации. Если у вас нет механизма реализации, значит закройте глаза на то, что этот телеграмм сейчас работает. Во второй части встречи Николай Стариков ответил на вопросы соровчан. Продолжение следует...